Ивановская область Не дожидаясь, пока боль потери утихнет, мальчик стал помогать трактористам. Сбор зерна и выпечка хлеба для защитников родины стали делом чести для первоклассника. Так продолжалась до конца Великой Отечественной войны, которая вдобавок ко всему отняла и отца. После окончания школы вопрос выбора профессии перед Геннадием Александровичем не встал. Твердо знал, будет военным. Пограничным войскам посвятил 30 лет. Там и нашел настоящих друзей. Даже спустя годы они не нарушают давнюю традицию. На всей души поздравляю вас с десятилетиями, с днём рождения. Справившись о здоровье товарищей и о том, когда появятся новые правнуки, бывшие пограничники неизменно заводят разговор о непростой военной службе. Почетная роль в беседе отведена жене ветерана. Десятилетиями женщина молилась, чтобы Геннадий Александрович вернулся домой живым после очередного задания. Потому что постоянно у него были командировки. Готовность один усиленная. Непроста судьба жены военного офицера. Именно об этом большая часть песен Валентины Белышевой. Даже после многих лет не забыла ни строчки. Бережно хранит память о непростых временах и супруг. Уволившись в запас, он участвовал в деятельности общественных организаций. Проводил тематические занятия с подрастающим поколением. Разве нужны причины и поводы для того, чтобы почтить память тех, кто пал в самой кровопролитной войне? В былые годы Геннадий Александрович приходил сюда, на Симферопольское воинское кладбище с удивительной регулярностью. Сейчас мужчина делает это реже из-за возраста. Тем не менее, зачастую говорит, что в случае опасности всегда готов встать в ряды защитников Отечества. И молюсь я ночами бессонными, чтобы не стать офицерской вдовой. Стефан Филатов, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok